Музыка Яркое и в прямом смысле слова зажигательное выступление десантников. В минувшую субботу в областном центре на площади Пушкина прошла акция «Сильная армия, сильная Россия», приуроченная к столетию с момента образования Красной Армии. Перед Ивановцами выступил военный оркестр, прошли показательные выступления по рукопашному бою. Такие схватки воспитывают десантников уверенность в себе и помогают выработать концентрацию и быстроту, оценку ситуации. Принятие единственного правильного решения, быть может так необходима воинам, носящим голубой билет. Акция «Сильная армия, сильная Россия» прошла впервые, и Ивановцам очень понравилось. Для гостей праздника в этот день работала выставка военной техники, угощая ли традиционной солдатской гречневой кашей. Здесь представили очень много техники, машин. Нам понравилось выступление показательное. Десантников, да. На самом деле это очень здорово, так как в дальнейшем мы собираемся поступать. И хотелось бы чаще устраивать такие выступления, чтобы могли люди узнавать на самом деле военных, а не какие-то мифы и представления о них. Для тех, кто еще не служил, этот праздник хороший стимул. А для тех, кто уже отдал свой долг родине, дорогие сердцу воспоминания. Сам я служил тоже в возрасте. Это было далеко, давно, в 70-72 год. Служил в Литве, встречался. Ну, как бы видел Маргелова, основателей этих войск. Сегодня вот прибыл сюда, все посмотрел, понравилось. Техника новая, техника новая. И думаю, вот у меня трое внучат. Думаю, кто-нибудь из них будет, тоже может быть, как говорится, служить в десантных войсках. Кроме того, в этот день в нашем регионе был дан старт лыжному переходу, посвященному столетию Рязанского высшего военно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова. Это единственное в России высшее учебное заведение, где готовят специалистов для воздушно-десантных войск. Со всех городов, где десноцируются соединения войск и части воздушно-десантных войск, лыжные команды по установленным маршрутам выдвинулись к столице воздушно-десантных войск, город Рязань. Им предстоит пройти в общей сложности более 7 тысяч километров и финишировать 20 февраля в Рязани. Маршрут военнослужащих 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии проложен через Кохму, Шую, Ковров и Гусь-Хрустальный. В городах, где предусмотрены остановки, для жителей будут организованы показательные выступления воинов-десантников.